Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа в очередном информационном блоке от Славянской Церкви, Адвентисов 7 дня, здесь в городе Сакраменто. Как всегда, в начале несколько слов о предстоящей субботе, а в эту субботу нас проповедует Василий Стойко, так что, пожалуйста, молитесь о его служении, чтобы это время, когда вы будете размышлять над Словом Божьим, оно было благословением для каждого. Также я хочу сказать, что 10 сентября, то есть через субботу, руководитель детского отдела планирует провести встречу родителей, у которых есть дети от 0 до 15 лет. Эта встреча должна была быть в прошлую субботу, но по определенным причинам она переносится на 10 сентября, так что, пожалуйста, сделайте все, чтобы вы не пропустили эту встречу, для нас очень важно, чтобы вы на ней присутствовали. Еще одно объявление в связи с тем, что ситуация с коронавирусом, как ни странно, но опять усложняется. Думали, что уже все прошло, и мы о нем начали забывать. Но за последние несколько недель у нас заболело ряд семей, 5 или даже чуть больше семей. Поэтому мы очень настоятельно просим, чтобы если у Вас есть какие-то симптомы или в Вашей семье кто-то болеет, пожалуйста, лучше присоединяйтесь к нашему служению онлайн. Для того, чтобы поберечь свое здоровье и здоровье тех, кто вокруг Вас. Поэтому, пожалуйста, помните, что коронавирус еще никуда не делся, и нам нужно быть внимательными для того, чтобы заботиться друг о друге. Также хочу сказать, что в это воскресенье с 5 часов до 6.30, то есть с 5 вечера до 6.30, наш брат Михаил Думан тут на паркинлоте в церкви будет продавать фрукты. В ассортименте вишня замороженная без косточки, вишня сушеная без косточки, яблоки, черная смородина, персики, малина и другие фрукты, а также гавайский мед. И также он просил сказать, что часть этих средств, они будут пожертвованы для детей, которые пострадали от военных действий в Украине. Поэтому, пожалуйста, Ваша покупка продуктов, она также поддерживает и служение наше в других странах. Еще просил сказать, что в это же воскресенье будут подарочные пакеты для людей, которые недавно приехали сюда, в Соединенные Штаты Америки, по программе TPS или United for Ukraine, или же просто через Мексику. Так что, если у Вас есть такая нужда, Вы бы хотели получить пакет подарочный с фруктами, приезжайте тоже, Вам будут очень рады. Напомню, это будет в это воскресенье с 5 часов вечера до 6.30 часов. И наш молитвенный блок. Продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козыренко, за сестру Валентину Жигайло, за Ведничева Сергея. Вчера был у Сергея дома, слава Богу, он идет на поправку, хотя, конечно, времени еще на реабилитацию нужно будет немало. Так что, пожалуйста, молитесь и дальше за их выздоровление, ну и, конечно же, молитесь за всех тех, кто заболел коронавирусом. Слава Богу, как бы нет очень сложных случаев, но все равно очень важно, чтобы эти люди могли поправиться и как можно скорее вернуться, как говорится, обратно в строй. Я очень благодарен всем тем, кто молился за молодежную конференцию, которая проходила в Сиэтле. Это была очень благословенная встреча, очень много ребят было из наших общин, отсюда, с Сакраменто. Было много духовных размышлений, много общения, так что, слава Богу, все прошло благополучно, ребята все вернулись благополучно домой, слава Богу. Но продолжая выполнять функции молодежного пастора по совместительству нашей церкви, не без удовольствия, скажу вам, Уже сегодня с группой молодежи мы вылетаем в Вашингтон, Ди Си. Это давно запланированная поездка. Мы хотим посетить музей Библии, генеральную конференцию, Белый дом и ряд других мест. Так что, пожалуйста, молитесь о нашем перелете, об общении, которое будет там, в пути, на месте. Что мы могли бы благополучно вернуться домой, и чтобы эта поездка, она была благословением для всей нашей молодежи. Пожалуйста, не переставайте молиться за ребят, которые вместе со мной едут туда. Ну и в заключении библейский текст, который хочу сегодня прочитать, это Псалом 103, 24-31 стихи. «Господи, как многочисленны Твои дела! По своей мудрости Ты все сотворил, земля полна Твоих созданий. Да будет слава Господня вовеки! Да возрадуется Господь своим делом!» За это лето, я знаю, что очень много путешествовали, кемпинги, разные отпуска, и мы могли наслаждаться все это время действительно той красотой, которая нас окружает творением Божьим. И слава Богу за те возможности, которые нам посылает сегодня, за то, что мы можем радоваться всем этим красотам. Но как тут интересно сказано, «Да будет слава Господне вовеки! Да возрадуется Господь своими делами!» Очень хотелось, чтобы мы, как часть Божьего творения, всегда приносили нашему Господу только радость. И самая большая радость – это наша любовь по отношению к Нему. Поэтому, пожалуйста, с любовью относитесь друг к другу и к нашему Господу, и пускай эта любовь объединяет всех нас вместе. Желаем всего вам наилучшего, Божьих вам благословений, ну и до встречи в эту субботу на нашем благослужении, тут в церкви, на Марконе или уже онлайн. Божьих вам благословений, дорогие друзья! Продолжение следует... Продолжение следует...